Итак, оказывается, что в гильдии пешек находится не одна доска с объявлениями, а целых две, и одна из них в подвале, туда мы где спускались в Эйрл Волл, Эйрл Холл, как-то так, где, короче, еще всякие щупальцы из-под земли вылазили, и, в общем, погнали нас оттуда, и так и непонятно, на кой мы туда спускались, почему мы с этим ничего не сделали, а как же великая опасность, которая таится под городом, ну, хрень, короче, какая-то. В общем, спускался я к входу в этот подземелье, и там обнаружил доску, ну, с очередными типами заданиями, там, ну, в стиле типа, вот, под разными небесами, ну, вы помните, что мы еще давным-давно, короче, там, с первого по шестую эмблемы находили, кластеры разломов, хер знает, зачем они нужны, но, как бы, хер с них давайте искать, где бы они ни были, я их найду. Так, ага, горная хижина, ну, как скажете, пойдемте в горную хижину, вот, блин, знал бы, что подберу эти задания, не нанимал бы пешек, там, у кого-то 49 уровня, там, потому что я думал, что я сейчас в этой серии пойду по дракону, но, нихрена, я иду искать какие-то чертовы кластеры, там, или еще какое-то другое говно непонятное, вот. Ну, может, еще наткнусь на какие-нибудь квесты, не знаю, ну, стараюсь по максимуму выполнить. Ну, это, опять же, без всякого тупого выпиливания, там, сходи, там, перебей голубей, там, ну, я такое уж даже не беру. Просто набираю задания с досок, всячески пытаюсь растянуть удовольствие, такое условное, конечно, да. Плюс у нас же еще есть этот остров, который идет по DLC Dark Reason, там еще я даже не был, и вообще без понятия, что там. Но я его планирую выполнять, когда, ну, пройду основную сюжетную кампанию, ну, потому что вроде бы там фриплей предусмотрен, да, и, как бы, ну, типа, имеет смысл попробовать. Так, а в горную хижину-то мне как пройти? А-а-а, горная хижина, все, я вспомнил, да-да-да, горная, мать его, хижина, точно-точно, как я мог забыть? Так, ну, и всех этих пацанов мы игнорируем, что там, 50 опыта, ну, это вообще несерьезно. Вот, немножко всяких умений набрал, но допустил небольшую ошибку, оказывается, у нас же вот это умение, аллея тверди, когда из-под земли камни вылетают, его можно улучшить до умения лес твердя. Ну, что-то там, типа, 7 тысяч или 9 тысяч очков надо, а я сначала в пассивные вкатился там, ну, что-то типа там повышенная броня, там всякое говно. Вот, потом пошел в активное умение, а там, оказывается, повышенный уровень этой штуки был. Ну, в общем, обидно, у меня не хватило где-то 4 тысяч очков. Вот, поэтому как-то так. Гарпи мы тоже игнорируем с ними, я связываться даже не буду. Пусть хоть упоются. На самом деле, возможно, я как-то, типа, психологически боюсь связываться с драконом, потому что знакомая моя, которая мне в свое время рассказала про Dragon's Dogma, ну, даже как бы я о ней-то знал, она меня все как бы подпинула, типа, поиграй, поиграй, типа, если тебе, там, нравится фэнтезийный RPG, там, все такое, там. Вот, я-то что-то как-то долго однекивался, типа, может, потом, потом. И она говорила, что, короче, на битву с драконом мне ушло до хера времени, там, до хера попыток, а мне жалко и до хера времени, и мне жалко до хера попыток. Вот, поэтому, может, я как-то поэтому не знаю, это я так. Так, вот, здесь мы залезем. Так, вот, здесь мы залезем. Блин, да убейте вы этих Гарби уже, видите, я занят важным делом, ребята, вы не отвлекайте меня. Я ищу чертовы метки. Так, вот я прямо на ней должен стоять. Нигде буква Е не загорается. А-а-а, фу ты, хитро. Окей, одну подобрали, знак клятвы 7, выполнено. Знак клятвы 8. Где ты? Ага, ты вон там. Ну, я тогда вон туда телепортнусь, да, потому что, типа, ближе. Что далее? А, ну, знак клятвы далее. Забирать, я, это говно себе. Хер знает, зачем эти знаки клятвы нужны. Ну, можно сейчас прочитать, уж, раз вопрос появился. С карты еще никто никогда не терялся. Вот это бы, сука, я поспорил, блять, учитывая, какая она здесь была ебанутая с маркерами. Опасайтесь темноты, в ней могут бродить монстры. Ну, бывает такое, да. Так, Диего, ну-ка, расскажи мне, зачем эти штуки нам нужны. Значок, мерцающий таинственным светом. Подобные этому можно найти в разных местах Грансиса. Объединить нельзя. Ну-ка, описание, предметное задание потрясающее. Мы дошли до северной крепости герцога. Но она пустая. Что это? Этана Стонова, из-за капитала. Немного вреда держит в опасности. Что это? Так... У нас здесь же зданий нету. Так, ну окей, интересно, как они по-хитрому запрятали на этот раз. Давайте, удивите меня. Это выглядит интересно. По-моему, здесь был оборудован. Ммм, ну, вроде бы не сложно. Хотя... Так. А, во, вижу. Знак клятвы 8. Готово. Ммм, нет, спасибо. Что ты излечишь? Нечего лечить, я здоров как бык. Так... Задание. Так, карта. Где? Такс. Такс, такс, такс. Ну, наверное, от Кассардиса ближе. Не все монстры тупы, как пробки. Некоторые могут устроить вам ловушку. Ну, я не думаю, что это подразумевается, что это будет грамотно как-то сделано. Ну, окей, ладно, предположим. Ну, это, видимо, речь идет о засадах, которые они, типа, все пытаются мне устроить. Ну, как-то так. Как-то не очень у них это получается. Да, помню, как мы по этим полянам бегали, все собирали. Всякие орешки, чаи, блин, ягоды. Полный инвентарь всякого шлака был. Хотя, я помню, что в свое время я... Вон, кстати, смотрите, сундук лежит. Ну, я не пойду туда. В свое время... Этот Моровинд, Обливий, он по такому же принципу проходил. Просто, если видел, какие-то незнакомые вещи брал и таскал с собой. Начинал я с знакомства с Велдос Раскроулс, именно с Моровинда. Вот, у меня был полный инвентарь всяких ложек, кружек. Так, господи, что я там только не подбирал? Я все резы с собой таскал. Помню, что, поскольку боялся, что какое-то задание пропущу. Ой, тьфу, мне же не сюда. Господи, что я делаю? Короче, этот, на бесконечный инвентарь тренер запускал, чтобы все это с собой таскать. Вот, ну, окей. Я, как бы, единственное, тогда не носил кучу комплектов доспехов. Потому что, как бы, ну, типа, зачем? Я носил только кучу всяких ложек, кружек, тарелок. Какое говно только с собой не доскал. Блин, вы что, посреди дня атакуете? Вон, люди, забейте его. Надеюсь, они его загрызли там. Вообще, игнорируем весь этот шлаг, который, думаю, что бегает, нарывается. Так, нам наверх. Кого-то даже убили там, круто. Так, сейчас я вспомню. Так, так, так. Бомбаси только сейчас заметил, что мага-целителя зовут Бомбаси. Круто. О, опять же, скидалеко до Арахиса. Вот Арахис, да, Арахис был. Так, судя по всему, придется залазить на эти строения. Сейчас мы узнаем. Или нет. Так, ну окей. А, ну он сюда залазит. Ну, отчасти я был прав. Ах, грансийская трава, мать твою занугу, а. Блять. Во. Отлично. Так, где у нас следующий кластер? О, ведьмин лес. О, а почему бы и нет, кстати, да. Благо у нас есть дела, по которым мы можем туда зайти, да. С удовольствием я туда схожу. Грансийская трава у нас с собой имеется. Давайте удостоверимся, чтобы не опростоволоситься. Так, она в материалах, да. Грансийская трава имеется такая у нас. Я по заданию сверюсь на всякий случай, да. Да, грансийская трава. Принесите селение, да, получите травяное пиво. Так, я, наверное, или не наверное, ну-ка как быстрее будет. Это одинаково, что отсюда, что отсюда. Просто там мы телепортироваться будем, там загрузка хуё-моё, там. Ну, поэтому я так прыгаю. Хотя, нет. Чё это я? Отсюда. Отсюда. Ну, я долго думаю, на самом деле. Телепортнуюсь просто потому, что хочется. Так, материалы, инструменты использовать. Давайте, просто мне хочется. Поэтому нет магического объяснения. Надо листочек достать, то я же записю ли люблю делать. Так. Смотрел я, короче, как-то прохождение... Господи, что я за прохождение-то смотрел? Блин. Сейчас я вспомню. Нет, не мошен... Шенариум или... Короче, смотрел прохождение какой-то старой игрушки. Начало двухтысячных. Не могу вспомнить название. Короче, где... Ты начинаешь за чувака, который находится в псих-лечебнице. Вид от второго лица там. Вот. Ну, это квест, как бы, по сути, да. Ну, и причем достаточно интересный. Я не могу название вспомнить. Вроде и шенариум, что-то такое. Не машинариум, точно. Машинариум, это другой квест. Достаточно такой свеженький. Ну, типа... Год седьмой, по-моему. А это начало двухтысячных. Вот. И там, короче, чувак... Вел прохождение в таком стиле. Он постоянно какие-то очень странные прилагательные добавлял к тому, что находится вокруг него, как бы, ну, в комнате у него. Ну, то есть, он там, ну, в стиле сидит, жрет, предположим, во время прохождения. Там, или он тоже, как я, записи делает какие-то, да, чтобы потом теги правильно проставить. И он что-нибудь такое, типа... А сейчас я беру ручку мужества. И листочек, там, белоснежной чистоты. А это кофе бодрости. Сейчас оно зарядит меня свежестью силы. И вот, короче, он в такой манере ввел все прохождение. Там, вот, вставляя какие-то вот такие забавные, в то же время странные прилагательные, там, и так далее. Вот. Я сидел, как бы, так подкекивал сначала. Ну, прикольно. Мне понравилось. Вот. Но, как я понял, он, к сожалению, бросил записывать. Я ему там оставил, типа, комментарий, что, чувак, давай, у тебя прикольно получается, там. Вот. На что он мне ответил, типа, да, спасибо, там. Ну, я, типа, подумываю, попробовать еще раз. Но у него там что-то 700 подписчиков и, ну, около 100 тысяч просмотров. Как-то так. Ну, жаль, конечно. Реально крутой чувак. Вот. Ну, по крайней мере, поинтереснее этого... Блин. Как он? Евгений Рус, короче, канал есть. Там какой-то такой пытлатый задохлик ведет прохождение. Ну, как бы, не то, что он плохо делает. Просто, ну, лично мне как-то не очень нравится, да. Он очень много всякой воды бесполезно льет. Там, не знаю, слишком много всякой хуйни затирает во время прохождения. Или во время диалогов в каких-то важных сюжетах начинает, там, пиздеть какой-нибудь хуйни абсолютно бесполезной. Вот. Плюс он, как бы, пытается в переводчика и делает это достаточно некорректно. То есть я, вот, предположим, считаю, что я, вот, компетентен давать правильный перевод, корректно переводить. Я зачастую даже и не пытаюсь. Он же делает это. И даже на фоне моих не очень хороших знаний английского, я понимаю, что он делает это, типа, не очень, да. Вот. Ну, просто, типа, ну, непонятно зачем, если не умеешь. Ну, как бы, в мою сторону тоже можно дохера камней накидать, что, типа, там, почему монтаж не делаешь, там, или, там, вообще, почему-то озвучиваешь. Типа, мне читать больше нравится. Ну, как бы такое. На вкус и цвет, как говорится. Поэтому это я так. Рассуждения вслух. Блядь, ведро подобрали зачем-то, господи. Блядь, сука. Что-то нахуй было. Да, вот это я немножко охуел, конечно. Так, ну, да, господи, отвалим. Так, короче, на этот камень, наверное, надо взобраться, да? И с него поднять медальончик. Господи, где вы нашли мешок монет посреди самого леса, блядь? Так, душица с юга не нужна. А, вот. Отлично. Давайте к ведьме зайдем тогда уж. Она где-то там в конце самом леса живет. Возьмем травяное пиво. Жаль, что у нас, конечно, с собой нету... Как его, блядь? Сука, ну как же это? Лавровый лист. Ой, я вспомнил. Лаврового листа, к сожалению, у нас нету, да? Чтобы сразу все квесты закончить здесь. Ну, и не возвращаться сюда. Но для того, чтобы лавровый лист получить, нужно начать квест охоту на ведьма. Для этого нам не надо было убивать этих амазонок там. Ну, короче, там... А для того, чтобы не убивать амазонок, там... Нужно было прийти к ним в платьях. Короче, как бы там... Куча нюансов, которые я забил хуй, короче. Опа, а где карта? Вот это здравствуйте. Она же раньше была. Ладно, вслепую найдем. Я помню, что просто талово нужно идти в какой-то край. Что... Так. Что мы, по сути, где-то недалеко. Просто важно сориентироваться. Можно, конечно, попытаться выделить задание, да? Так, лавровый лист. Сиская трава, да? А, ну, не тут-то было, да? То есть игра, как бы... Не очень поощряет наше начинание в этом поле. Так. Ну, ничего, ничего. Я все найду. Похлопайте меня по спине, Диего. Кстати, да, Диего я одел в ту броню стражника. Она совсем чуточку лучше той брони, которая на нем до этого была. Он в ней, конечно, максимально уебанский смотрится, но... Это мне помогает лишний раз не париться в том, что, типа, ну, Диего в безопасности. Вот. Так что эта броня чуть получше. Не надо тратить время, чтобы ему полный сет подобрать. И меня такой порядок еще устраивает полностью. Такое ощущение, для того, чтобы найти ведьмину хижину или хотя бы увидеть карту, нужно вот эти тотемчики, короче, распинать. Я помню, что мы их уничтожали в прошлый раз, но, типа, не ясно зачем. Ну, просто шли, тотем, ладно, уничтожим. Давайте, попинаем его. Что-нибудь изменилось? Да ладно, сери... О! Нашло. Ха-ха! Дом ведьмы, да, вот тупик. Судя по всему, вон там находятся вот эти вот слебные чаи. Круто. Вот. Оказывается, что не совсем верно мы шли, но, благо, вот, уничтожили тотемчик, и все встало на свои места. Хитрая ведьма, да, затуманила нам карту, туман войны. Молодец. Вот. На самом деле, вот, эталонным, ну, таким, скажем, одним из самых неплохих вариантов прохождения, это, ну, типа, в стиле русгеймтактикс, да, то есть, ну, там... Да, блядь. Достаточно чувак, блядь, красиво говорит, поставлен голос и фигня, да. Вот. Вот, выхождение всегда в высоком качестве, пусть проходит на консолях, но, нет, знаю, что мне не нравится, у него там серии минут по 15 есть, но это тупо и неудобно. Ну, то есть, он как-то не очень логически их разделяет, не очень удобно получается. Блин, ладно, я сделаю вот так, ну, еще. Ну, и плюс у него, все-таки, опять же, как у того же Евгения Русса, у него коммерческое прохождение, то есть, он отчасти делает на отъебись, то есть, он старается сделать много серий, сделать быстро и так далее. Вот, и с чем, как бы, ну, типа, получается, ну, имху не очень. Вот, все, нашли. Ведьмину хижину. Сделай мне пиво. Гансийская трава, душица с юга. Травы? А, для варки пива хорошо. Вот, всегда, пожалуйста. Круто! Еее! Сдадим, наконец-то, это моблядское задание. Ну, давай душица с юга еще. Кирка. Тушица с юга, целебный чай. Кольцо какое-то подобрали. Интернетив, сок Хорспуда. Блядь, только бы не застрять, конечно. Вот, окей. А, это Голем. По-любому это, сука, мать его, Голем. Да, да, да. Вот прям, да. И, скорее всего, нам вон туда и надо. Но я не думаю, что у нас получится туда забрыгнуть, потому что, все-таки, это, скорее всего, сюжетная стена, да? Которую мы, даже вот как-то извернувшись, видите, не можем пройти. То есть, даже вот я, казалось бы, метко летел, но нет, но нет, но нет. Будь надежно перекрыт, вам не пройти, пока препятствие не будет убрано. Вот так вот, к сожалению. Туда мы не пройдем. Ладно, давайте посмотрим, где у нас следующий маркер. Так, так, так. А, он в городе, круто. Так, а еще один, двенадцатый, где находится? Тоже в городе, потрясающе. Потрясающе. Так, в таком случае мы делаем телепортешн, инструменты. Кран-Сарен, жди нас. Кстати, между тем, это у нас уже тридцатая серия нашего так называемого похождения. Так, так, Саан, ну давайте пива зададим сначала. Давай. Вижу, ну да, да, да. О, вы объявление. Да, блин, он, короче, опять ничего не сказал, такой, ну, по крайней мере, интересного, да. Ведьмина пойла называется задание. Так. Ведьмина пойла, круто. И давайте сразу сделаем пометку. Под разными небесами. Странное задание, конечно. Разными небесами. 7-12. И две из них в городе находятся, благо. Ну-ка, на этой доске что-нибудь появилось. Да, к сожалению, что-то появилось. Ого! Пять лавровых листов. Охуеть! Свинцовый шар, чё. Добудьте свинцовый шар. Господи. Возьмём. Пусть лавровые листы тоже будут. Господи. Интересно, как-нибудь на карте они обозначаются, эти лавровые листы. Просто интереса ради, да. Просто я думаю, что, скорее всего, маркер просто упрётся. А, да, он даже в ведьмин лес не упирается. Потрясающе. Жаль, конечно, да. Так, прямо здесь. Так, а там будто бы вход куда-то, да. Хм, так, надо на крышу. Да, с крышами, конечно, песня такая. Не самая простая, но вполне решаемая. Придётся на крышу нам прыгать с городских стен. Попробуем. Сейчас мы тогда здесь забраться. Я не уверен, что, правда, получится. Ну, я знаю, просто подъём ближайшего, он вот здесь находится. Я не уверен, что эти крыши как-то могут быть соединены между собой. Так, блядь. Хоп. Так, тут мы не допрыгнем. Так, тут допрыгнем. Круто. Так, о. Так, ну вот здесь может получиться. Ес, отлично. Так, ну вроде бы да, мы сможем добраться на этот дом. Сука, ты херня. Блядь, ты пиздец, конечно, звук издал. Блядь. Так. Так, 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 так. На эту крышу я забрался. От толку-то. Вот мне кажется, что мне в то окошенько надо. Бомбасе, спасибо. Спасибо, что лечишь меня. О, вот, вот, да, она, вижу. Вот прямо на козырьке. Хе-хе-хе-хе-хе. Подобрал, подобрал, подобрал. Да, хитроя игра придумана хитро. Пять сложных задачек из пяти. Но не десять. Так. Где следующее? Просто я сразу же не буду слазить с крыши, чтобы найти их все. О, охренеть, да я, да я же прямо чуть ли не на нужном месте. Так. Так. Я на маркере стою. А есть под нами что-нибудь? Под нами есть улица. Скорее всего, это не то. Окей, ищем на крыше. А, там балкон. На балкон, скорее всего, нам надо. Так. А вот как на балкон попасть, это другой вопрос. Я перелезу на соседнее здание, а с него посмотрю, как там на балкон можно попасть. Ага. Ого. Э! Как он это сделал? Ну, я понял. с этой крыши короче вот так вот готова ей вот это да ай да мы ай да мы справились с заданием собрали все эти метки непонятно зачем мы за них классные разлома получили чтобы пеша пешек больше нанимать сопровождение наверное да да здесь сопровождение бесполезный кто я выполнил пару раз за игру и мне хватило надолго наперёд и успели они мне надо есть вот так вот ну ладно чуть-чуть поделаешь так а ты чё пять вопросом замигал а но я не думаю что что-то тебе дать могу понятно да так здание здесь я у тебя все собрал ладно давайте мы эту глупую очередную бесполезную серию закончим по которой мы делали всякие второстепенные задания вот и я думаю следующий увидимся